Ну что ж, дорогие друзья и ученики, вы присутствуете на тренинге коммунальной терапии. И сейчас мы перешли, после приема декомпрессии, растягивания, мобилизации, мы перешли к приемам конкретно правки. Ну, вот как я уже показывал, наша основная цель везде, во всех случаях, это, если что-то вышло в одну сторону, нам надо давить в обратную, но с вектором вверх. А подготовив для этого противоположную сторону, растянув ее, то есть могут быть растягивая и давлено. Как правило, если сколиоз, то группа позвонков внизу ушла, например, влево, вверху в грудном отделе ушла вправо. Не бывает в частном случае, когда только в одном месте один позвонок или два ушло вправо, а один влево. Наоборот, да? Таким образом, мы должны, верхний позвонок, он соприкасается с поперечными отростками, да? То есть вот от места искажения, примерно так у тебя и есть, примерно два сантиметра вверх, да? Дальше напряжение, здесь мы растянули и повернули в него. А, видно просто не будет. Давайте наоборот, вот с этой стороны, да? Вот это место, сверху мы растянули и развернули в него. А здесь мы будем давление оказывать, ну, любую косточку, либо это, либо это, либо пальцем. У кого что, пальцы, как правило, слабые, да? У кого что сильнее. Чемфер готовили, натянули и двойное движение. Вот такой, тут вверх, а тут вот туда. То есть вот здесь я растянул вверх, с этой стороны, да? А с этой стороны вставил. У кого-то есть такие мощные люди, в которых ладони прям такие мощные, они с одной ладонью с этой стороны растягиваются и доставляют. Вот так вот делать. Ну, конечно, так не у каждого получится, да? Если идет группа позвонков, да? Вот, например, вот эти вот у нас пошли сколиоз вправо, да? Тогда мы прям их мягко растягиваем вверх, широко ладону. Здесь поддаем вверх, подготовили, и потом сделали тракция, и потом сделали тракция, и потом сделали тракция. Раз, все кузонки. Еще раз покажу. Подготовили, растянули и двойное. То есть все наши движения идут с вектором вверх. Если, например, ну, в сложном случае мы, например, такого делать не будем, но, как пример расскажу, позвонок сместился, вот, например, сюда, да? Нам надо с простой стороны растянуть. Есть такой способ. Тогда мастер будет оказывать давление чуть вниз, потому что тазы, гостя, на растягивание, да, вот сюда и вниз. Потому что тазы, гостя, гостя, на растягивание, вон туда. Чтобы человек не сдвинулся, ну, есть такие столы, где там ручки так вставляются, да? Если столов нет, то можно попросить пару помощников. Один, даже с этой стороны человека придерживая, да? Другой, с этой стороны придерживает. Мастер давит на выдохе, но давит в тот момент, когда еще один помощник растягивает поясницу, вот в эту сторону, да? И одновременно они делают, да, вот они договорились на счет 3. Раз, два, три. Он надо время делать рывок сюда, а в это время снизу. Мастер штанга. Таинца, у нас еще растягивает. Да, да. В принципе, это похоже на то, что мы делали вот таким способом. Да, вот, и вставили. Опять вот, смотрите, на же схеме. Вытягивание, покачивание, потряхивание и мобилизация. Еще я забыл важный момент написать. Само правка мобилизация предваряется, вот, 5А напишу, предваряется доведением до преднапряжения. Точка преднапряжения. То есть, это последнее функциональное движение, докуда позволяет, да, момент смести с организмом. Дальше он не двигается. Мы раскачиваем, вы смотрите, идешь. Мы раскачиваем, вот, доходим преднапряжение, вот, 5А, видите. И только после этого мы делаем, вот, уже в этом состоянии, мы делаем правку. То же самое вспоминается, мы делаем, да, вот, мы растягивали таз, раскачивали, да, вытягивали, и вот дошли преднапряжение. Все, он убирается в стол, дальше не идет. После этого только правку. Ну, то же самое с шеей, я показывал, да. Вот, там надо ставить позвонок сюда, да. Значит, мы противоположную сторону растягиваем, растягиваем, раскачиваем. Вот, тут напряжение наших подошли, и потом, потом движение. Так, ну, вот здесь я показал, да. Далее, какой способ? Повернись на вот этот бок. С поясницы я уже, да, ноги вместе, 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 стоянки, вместе. Я уже показывал, да, вот мы растянули с той стороны, ну, таз, видите, не только после этого мы вставили, вниз. Если здесь же пошло расхожение вверх, да, вот, вонок ушел вверх, вот здесь. Мы тогда будем давить через грудную клетку, но при этом его, вот так вот, через его, через его, плечо, грудная клетка, давим вниз. Это че, сейчас, вот, нормализация? Правка, конкретно правка? Да, да. И теперь разворачивайся на соревнованиях всегда. Почти то же самое, да, только тут вам просто видно не будет, потому что под ним. Но движение легче и проще осуществляется, чем когда на боку лежит. То есть, мы кладем руки вот так вот, не пересекая, под его спину подставляем ладонь, ну, либо вот так вот мы должна сестра труски поймать, да, соответственно, верхняя часть будет их сдвигать в сторону, а нижняя костяшка, да, подгибать позвонок, либо в обратную сторону. Уколо не получается так положить, да, может сделать выше угол, вот такой, то есть вот стол, да, в первом случае вот так лежал, осистистая труска, да, в данном случае вот так вот лежал. В третий случай можно вообще под ребер, поперечные позвонки поставить, осуществление, поперечные, сюда, то есть не под него осистистых, а вот сюда, это при сколиозе. Позвонки разворачиваюсь, они свои боковые отростки и поднимаются, вверх, вверх, да, ну, назад, вот, поэтому поворачиваем на двор человека, отмечаем, ну, надо было заранее, вот, допустим, у нас тут ушел позвонок на нас, нижний, да, верхний и его поперечный, и поперечный этого, этого позвонка поперечного троса пошел тоже вверх, у меня сантиметров вот на два-три, сюда мы ставим костяшки пальцев, а сюда, для того, чтобы здесь было место растянуть, да, чтобы, да, растянуть, ну, поэтому же, воначиваем, и вот, с поворотом, давя в локти, а через локти мы даем, сейчас покажу, мы даем, получается, не совсем на это место, а чуть ниже сантиметров на 15, может, грубо своей давить, движение, ну, и, соответственно, если вот, ребер на подвомощность еще один, сейчас покажу, так, вот они, вот в них ставим, ребром ладони, прям, вот, и прямо в них, вот, и это реберный, когда у вас идет, да, да, реберный, расслабляйся, иной раз, вот с тобой, Иван, такое можно проделать, будет интересно, нагибаем голову сюда, ставим руку на дожанки, которые, которые спрессовались, да, и ушли внутрь, мы хотим наружу, также через давление в грудную клетку, вот мы драйвим на них, не тот, который ушел, а выше, один, то он выше, и вот такой трасса существует, так, ну, почему мы давим, вот эти вот сидя, будем показывать, методы давления, то есть, получается, если искажение пошло вот здесь, да, в этом позвоночнике нащупали, то ребра дойдут ниже, поэтому осуществляем давление вот сюда, ниже, то есть, примерно, получается, где-то сантиметров, стоимо так же, вот позвонок, да, вот сюда, вот это расстояние, сколько на сантиметров 10, примерно, то есть, сверху нужно, на сантиметров 10, ниже, да, нашего высоводействия, понимаете, вот так, вот, сейчас мы это все, дорогие друзья, отработаем на практике, в следующем видеоролике мы рассмотрим приемы правки шеи, когда человек лежит на спине, лицом вверх, до новых встреч, дорогие друзья, лучше приходите на тренинги, а не просто так смотрите видео, я вас жду, здесь мы вам поставим руки, всему научим и отправим в бой, в поле отрабатывать ваши вновь приобретенные навыки, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok